МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотела сказать, люди в чёрном, вы заметили? Хорошо. Я знаю, что вы уже устали. Нет. Да ладно! Прям, прям, прям. Хорошо. Ну, просто вы знаете, я не собираюсь долго держать аудиторию нашу замечательную. И хочу кратко рассказать то, что вы уже знаете. Кто знает, как строить колодин? Отлично. Это тема, не знаю, я вам так, чтобы кто не знает, как строить колодин, чтобы вы меня очень чётко поняли. Потому что в последние, не знаю, три года мы с нашей командой нацелились только на высочайших профессионалов. Нас интересуют косметологи. Кстати говоря, есть ли косметологи в зале? Отлично, отлично. Вот. Прям информация вообще в уши. Потому что если вы присоедините к своим замечательным волшебным ручкам ещё нутриционическое сопровождение, то вы просто будете богом, который ухаживает не только за кожей, но и за всем телом. Скажите, пожалуйста, может быть, у нас есть доктора, которые сопровождение нутриционическое используют? Так, есть. Тоже отлично. Хотела бы, конечно, знать ваших специалистов. Вот. И, наверное, у нас есть массажисты. Остеопаты. Отлично, отлично. Смотрите. И, конечно же, у нас есть женщины и мужчины, которые сегодня хотят выглядеть на пять лет младше, чем в прошлом году. И это информация для вас. Я очень-очень хочу сама каждый день использовать эту информацию. И очень хочу с вами поделиться. Поэтому это секретная прям информация, которую мы выдаём только для узких специалистов. То есть, в принципе, в тех городах, где мы проводим мероприятия для специалистов, просто человек, который не является массажистом, доктором, косметологом, не может её услышать. Мы её не даём. Но сегодня совершенно необычный день. Поэтому, если вы готовы создать свою ладошку красоты, которая работает лучше, чем везотерапии, может везотерапии колоть себя, чтобы неестественным способом кормить кожу, ребята, давайте положим всё необходимое прямо в кровоток. И эта кровь, она не тесущая. Она в том числе и кожу, и кости, и хрящи отстроит. Поэтому моя сегодняшняя песня, тут написано «Слава и соединительная ткань». Это какая-то неправильная, видимо, презентация. Это она, она. Но я хочу действительно рассказать методику построения коллагена. Следующий слайд. Или я руковожу, да? Если я руковожу, я сейчас разберусь. Ну, смотрите, так как я очень много общаюсь с массажистами, остеопатами, людьми, которые занимаются, например, обучением женских половых органов, обучением поберечной ободочной кишки, обучением внутренних органов, ну, то есть висцерологи, да, которые занимаются висцеральным массажем, то всегда задаёшь вопрос. Ну, ладно, слабость связочного аппарата, он на экране у вас. Это вообще норма? Это патология? Конечно, это патология, но вроде бы болячкой не назвать. И эффективных методов обучения нет. Поэтому наша задача делать профилактику, потому что каждый может рано или поздно прийти к такому состоянию, когда связочки не держат. Происходит опущение шеи к матке, происходит опущение матки. Ну, и, честно говоря, это очень снижает качество жизни женщины, да? Вот, в принципе, мы все немножечко переживаем. Только не со мной. Вот это только не со мной, да? Ещё есть какая проблема, связанная со слабостью среди цельной ткани, а именно некачественным производством коллагена. Это, конечно же, варикозное расширение вверх. Что? Ближе. Ага. Это, конечно же, варикозное расширение вверх. И при этом варикозное расширение вверх не только нижних конечностей, а в малом тазу. Понимаете? И, соответственно, этот клапанный аппарат страдает, потому что человек иногда не способен построить качественный коллаген. Ладно, а давайте посмотрим. Ну, это очень популярная тема, когда расходится... диастаз называется. Огромное количество блогеров в интернете собирает бесконечное количество людей в группах, и в этих группах гусируется тема диастаза. Это когда девочка родила и никак не может вернуться к плоскому животу. Это вообще серьезная проблема. Да, в эстетическом плане архи-серьезная проблема. Девочка, у которой все идеально, только животик подвисает, она думать ни о чем не может. Она хочет, чтобы живот такой стал плоским. Это потом она поймет. Что это всего лишь одно проявление. Слабость из соединительной ткани. Она не умеет делать коллаген. Так давайте мы сейчас интеллектуально это поймем, и мы всем этим людям сможем быть архиполезными. Не только своими волшебными ручками, но и всем иннотритологическим сопровождением. Ну, хорошо. Давайте для начала поймем, что вообще такое соединительная ткань. Не буду вас мучить, но в целом знайте, что там есть, в ней живут фибробласты. Это клеточки, которые делают межклеточное вещество. Для чего гиалуроновую кислоту колят? Прямо в лицо. Слушайте, кто проходил мезотерапию? Сколько вы выдержали инъекций? Ну, много это сколько? Больше трех? А? Не больше. Восемь. Восемь? Это вот никто не проходил мезотерапию. Вот это натуропатическая аудитория. Да ладно. Одна щека, где-то 60-80 инъекций. Вы что, вы реально не проходили никогда мезотерапию? Я тоже. Так вот. Вы серьезно? Так вот, вот эти клеточки, фибробласты. Представьте, я сейчас вам покажу. Я вас познакомлю сейчас с фибробластами. Они такие кусечки. Они делают гиалуроновую кислоту. Они делают межклеточное пространство, в которых клетки живут как барыни. Вот эти фибробласты. И наша задача, чтобы фибробласты делали качественное межклеточное пространство. Качественное, это молодое. Одна молекула гиалуроновой кислоты может на себя пригласить 500 молекул воды. Представляете, какая пышненькая будет дерма. Просто шикарно. Что еще они делают? Эти клетки делают волокна. Все хотят иметь коллаген молодого типа. Все хотят иметь коллаген молодого типа. И получается, лет до 25, ну может быть до 35, может быть 40, мы ходим по жизни, занимаемся карьерой или там еще чем-нибудь. Выходим замуж, расходимся. Ну в общем. И все равно мы красавицы. Вообще не обращаем внимания на внешность и на здоровье. А после 35-40 мы уже, ну как бы, ухаживаем за собой. Мы уже все делаем для себя. А как-то внешний вид желает лучшего и лучшего. Это смысл в чем? Наши фибробласты по каким-то причинам начинают хуже делать волокна. А это коллаген, белковое волокно. Коллаген, это белок. Самый распространенный белок в организме человека. Кость – коллаген, кожа – коллаген, хрящики – коллаген, святочки – коллаген. Понимаете, о чем я? Как это несущая вещь. Если мы научимся строить просто коллаген, мы сделаем кучу реставрационных работ в организме. Круто вообще. Ну и, конечно же, эластин. Все. Про соединительную ткань рассказала, чем мы будем сегодня заниматься. Это уже понятно. Посмотрите, посмотрите на город с высоты самолета. Кто когда-то летал над ночными городами? Слушайте, это такая красота. Там видны все магистрали. По магистралям бегают машинки. Если вы уже достаточно низко спустились, вы видите даже эти машинки. Ну, представьте, что магистрали – это кровеносные сосуды, по которым бегают элитроцитики и так далее. И это вот так вот выглядит. Поэтому, миленькие. Ну, я понимаю, что не в этой аудитории отговаривать людей от мезотерапии. Классно. Вы думаете, что мезотерапия – это 8-м уточек. Продолжайте. Но просто есть девочки, которые раз в 6 месяцев нашпиковывают свою дерму, фактически, нашпиковывают бешеным количеством инъекций, провоцируют гиброз. То есть, фактически, это как по вот такому городу, пройтись установочной грант. И посмотреть, как оно будет восстанавливаться. Понимаете? И в конечном итоге кожа превращается в кирзяк. И потом приходит владелица этой кожи к пластическому хирургу и говорит, ну, доктор, помогите мне. А доктор не может, потому что там уже соединительно тканное просто образование. Вместо живой дерму. Ну, хорошо. Давайте учиться строить коллаген. Первое, что я хочу вам сказать. Коллаген – это белок, а значит, последовательность аминокислот. То есть, представьте себе, да, я себе… Если Юра мне сказал, ничего не упрощай, потому что здесь куча специалистов, поэтому, конечно, я не буду упрощать. Прилете себе пояс товарняк, и каждый вагончик в этом товарняке – отдельная аминокислотка. Вот, но только посмотрите на структуру. Если бы у меня были длинные волосы, я бы заплела себе косичку, и это была бы, конечно, коллагеновая коса. Такая коллагеновая коса. И посмотрите, глютамин и так далее. Ну, в общем, последовательность аминокислот. То есть, если девочка сидит на салатиках, то она не только иммунитет не построит. Кто вчера слушал мою лекцию? Что-то запомнили? Запомнили, что нужно комплексные витамины, что ли? Согласны? Все, все. А вот, так вот, иммунитет не построишь, если сидишь на салатиках. И в том числе коллаген не построишь. Господа, коллаген – не жизненно важный белок. И если вы экономите на суточной норме белка, то организм сделает что угодно. Антитела, ферменты, гормоны белковые. А кожа, а кожа стоит, как нищенка, с протянутой рукой, говорит, слушайте, слушайте. Но она же пьет, она же пьет косметический коллаген. Соответственно, все аминокислоты мои, она же коллаген пьет, кожа говорит, всем остальным органам. А остальные органы, ну, смысл, жизненно важный. Головной мозг, сердце, печень, почки, говорят, ну ладно, ты чё? Сначала нам, потому что я головной мозг, я самый главный. А сердце говорит, когда головной мозг наедется, мне, потому что я насос, я самая главная. А печень говорит, когда сердце наедется, мне, я печень, биохимическая лаборатория, я самая главная. И так далее. Пошла перепличка. А кожа говорит, а я тогда что? А ты, говорят они хором, не жизненно важный орган. Без связок, без ноги, без руки. Можно жить. А без сердца нельзя. Кожа говорит, так подождите, подождите. Она же пьет косметический коллаген. Кого достают клиенты, спрашивают, можно пить коллаген, привет? Нет. Слушайте, я уже это рассказывала 654 раза. Я уже это видео выложила на YouTube. Я уже это видео выложила в Instagram. Я уже это текстом написала. Я уже в книгу это засунула. И все равно продолжаются вопросы. То есть это упрощение нашего мышления. То есть человек думает, если он выпил коллаген, то этот коллаген и непосредственно в кожу. Причем попал лица. Понимаете? А мы с вами умные люди. Мы понимаем. Мы съели коллаген. Самый труднодоступный белок для допереваривания. Сейчас расскажу, почему самый труднодоступный. Мы съели этот коллаген. Наши ферменты говорят. Хух. Ну вы бы еще что-нибудь посложнее придумали. Но начинают работать ферменты. И начинают расщеплять этот самый сложный для расщепления белок. До чего? Аминокислоты. Да, аминокислоты. Потому что нужно шкономняк, пояс составить. И потом эти аминокислоты всасываются в кровоток. И начинается борьба за аминокислоты. Я уже вам рассказывала. Головной мозг. Тра-та-та-та. Вот. И если всех уже накормили, вот тогда только кожа достанется. Тогда только будет коллаген. Вы понимаете, какие конкурентные взаимоотношения в организме. Я бы не хотела жить в организме женщины, которая питается салатиками. Но я очень рада за свои клеточки. Потому что я слежу за суточной гормой белка. И у меня клетки друг друга любят. Я так думаю. Потому что всего всем хватает. Знаете, когда общество, как в Швейцарии. Хотите, расскажу. Егенты были в Швейцарии. И нам рассказали такое. У них все решается через эфирендумы. Ну, в общем, швейцарцам говорят, слушайте, миленькие, у нас такой профицит в бюджете. Не дефицит, а профицит. Что давайте мы раз в год будем вам откладывать на ваши счета 2,5-3 тысячи евро. Ну, может быть, вы хотите сформировать подушку безопасности. Может быть, вы хотите переобучение пройти. И вам нужно время, ну, когда у вас еще нет дохода. Вот такое что-то. И задали этот вопрос в качестве референдума. Ну, типа, делать это или не делать. На что народ ответил. Да нет, спасибо, мы справляемся. Тратьте на государство. Адекватная реакция одна. Вот, давайте устроим Швейцарию внутри. Когда клетки говорят. Да нет, спасибо, мы справляемся. Делайте дороги. Понимаете? Это ярко логене на самом деле. Хорошо. О, так вот, пожалуйста, не надо пить косметический коллаген. Ну, вы же не знаете, как его измельчили. Если круто измельчили, а я знаю немного компаний, которые круто измельчают. Например, компания NSP. Мы были в этом году на производстве, и там нам представили коллаген производства NSP. Первый вопрос, который я задала, это у меня на автомате. До какой степени измельчен? На автомате ответ, да, минокислот и олигопептидов. На автомате ответ. То есть, ну как бы... Первый вопрос. Да. Но дойдет ли он к нам, что-то у меня большие сомнения. Но я вам должна сказать, что мы должны, еще раз повторяю, должны учиться брать белок из обычных продуктов питания. Потому что у вас семьи, у вас внуки, у вас дети, и вы должны их научить просто питаться с общего стола. На самом деле. Если вы малоежка, и понимаете, что вы не выбираете суточную норму белка, ладно. У нас есть смарт-мил, после Олега я не могу ничего нового об этом сказать. У нас есть внутридер, у нас есть свободная мемогислота. Только вы, пожалуйста, дайте один грамм на килограмм веса. Иначе в Швейцарии не видать. Понимаете? А в Швейцарии сначала в себе делаем, а потом и окружающие перестраиваются. Что внутри, то снаружи. Вот. А если вы мужчина, 1,2 грамма на килограмм веса. Я поняла, что эту тему по белковой обеспеченности организма мы сделаем в 2020 году, в ноябре. Какой-то? 22-го. 22-го. Все, у меня билет уже есть, я не знаю, сколько у вас. Давайте все-таки, давайте. Видите, тут я... Так как это лекция для косметологов, для докторов-косметологов, самых осознанных в плане правильного питания людей, ну, в кавычках, да? Поэтому я прямо разъясняю. Посмотрите. Подойду поближе, ибо мне не видно. Вот это вот мясико, это примерно 25 грамм белка в 100 грамм продукта. Рыба, примерно 20 грамм белка в 100 грамм продукта. Одно яйцо, 6 грамм белка в 100 грамм продукта. То есть, человека реально нужно научить, прикинуть его рацион. Давайте как-то какой-нибудь рацион возьмем. Чей? Скажите, чей? Мой? Дорогий. Ну, смотрите, я... Девочка или нет? Девочка, значит, сколько? Я вешу 60 килограмм. Сколько мне надо белка в 100 грамм? 60 грамм. Ну, ладно, давайте с утра у меня было 2 яйца. 60 минус 12. Сколько осталось? 48. Ладно, на обед я съела... Вот не люблю я мясо. Тем более, вот что-то здесь его не очень готовят. Но я бы съела, честно говоря, 150 грамм рыбки. Это минус еще 20 плюс 10. 30 грамм белка. 48 минус 30. 18. И мне осталось 18 грамм на ужин. Что бы такое съесть? Может быть, мне съесть 100... Что там в бобовых? 10 грамм готовых бобовых. 100 грамм готовых бобовых. 10 грамм. То есть, на вечер там чечевица с салатиком. Все, я в дамках. Это что, сложно? Грибы 3 грамма белка на 100 грамм продукта. Это не сложно. Просто надо подумать. Но иногда человек набивает свой желудок чем? Буками. Макаронами. Буками. Буками. Ну, овсянкой. Это минимум белка, максимум травмирующих углеводов. Про травмирующие углеводы, они травмируют коллаген. Ну, ладно, в следующий раз вам скажу, как травмируют. Понимаете, в чем дело? Это легко. Прикиньте, это для своего человека, если был массажист. Он у вас лежит на столе. Он никуда не денется. Вы можете с ним поговорить. Прикиньте ему это, чтобы обеспечить белковую компоненту его тела. Да, съесть и усвоить разные вещи. Но если человек совершенно не в курсе по поводу суточной нормы белка, и до этого все брал из, он думал, рис, хороший продукт, к примеру, да? Рис. 4-3 грамма белка на 100 грамм продукта и 80 грамм углеводов. Ну, сухого травма. Вот. То тогда мы просто идем 1 грамм на килограмм. Потому что очень важно есть белок, его допереваривать. И если человек говорит, я доперевариваю, я его мчу. И перевариваю. И если человек говорит, перевариваю, тогда я могу набросить 50%. Но если вы берете под опеку человека с большой массой тела, какие плюс 50? Пусть он разберется, может, на реальный вес. Человек весит, он такого же роста, как я, весит, например, 100 килограмм. Ну, ладно, 100 грамм для кого-то съест. И муж еще и переварить надо. По идее надо 150, что ли, но это слишком. Поэтому, ладно, не углубляйтесь. Примерно вот так и этого хватит для построения вашего холодина. Это мои любимые такие добавочки к пище. Смотрите, можно. Есть люди, которые, вы знаете, не держат пищевую паузу. Между завтраками и обедом им надо что-то перекусить. Между обедами и ужином. Или на ночь нужно что-то. Пусть это будет такой вот перекус. Это низко, я не работаю с калориями, но все-таки это очень качественный, низкотоксичный, низкокалорийный перекус. Все в мире токсично, даже вода, знаете, да? Вот, даже поваренная соль. Хорошо. И если человек мало ешь, то вы можете просто как добавочный прием пищи использовать. Девочка говорит, вы знаете, я так мало ем, у меня такая низкая потребность в еде. И утром еле заставляю себя съесть одно яичко, а вечером, ну, я уже тоже не могу. А в обед? А в обед я не успеваю. Ну, надо тогда добавить, потому что... Ах, слушайте, я замечала, у меня был такой промежуток времени, когда я в июле приезжала в глухое-глухое село на берегу Азовского моря. Ничего нет. Цивилизации практически нет, ну, кроме этого села. И что я там делала? Я сразу шла к знакомой короле, договаривалась с ней, что она меня отгружает в молоко и творог. Это у меня был завтрак. Молоко, творог и слегки вот эти вот прям, аж ложка стоит. Вот, это у меня был завтрак. На обед привозили фруктики местные крымские, это в Крыму. Вот, а вечером там была одна единственная кафешка, где готовят местную рыбу. Вот, мы ее выламливаем сегодня утром, а вечером ее жарят. Но у меня было 150 грамм, это местная рыба. И получается, что я добирала суточного белка, у меня на обед еще фрукты и нутрибернка. И еще это была степь. И я там между занятиями выбегала в эту степь, на 15 минут в степь, 15 минут из степи бегу. Вот, и я оттуда выезжала под зимой афродиты. Ни одного целлюлитного места. Я прям чувствовала, что мне не то чтобы 25, мне вообще 18. Ребята, вот вы попробуйте. Если вы никогда не пробовали хотя бы в течение двух недель держать суточную ногу белка, вы попробуйте. Ваша кожа вам скажет, тебе нужен колодец? Мама, пожалуйста, молодого типа. Вот, вас все любить будут. В первую очередь, вам не надо, чтобы вам все любили. Пусть вас все любят изнутри. Это сказывается на психике. Ладно, хорошо. Фух, мы дали суточную норму белка. Я вас уговорила или нет? Да. Две недели выдержите. А скажите, а кто уже соблюдает? Вчера что-то было меньше рук. Молодцы, быстро промачивайте. Взяли и собрали. Что такое молекула белка? Что такое колодец? Представьте себе бусики и нанизывайте аминокислотки. Так вот, каждая шестая аминокислота, серосодержащая, и между ними возникают сцепки. Как это я объясняю человекам, которые высокие профессионалы? Представьте, если я вам дам веник и попрошу убрать этот зал. Получится? Ну да. А если я вам дам этот веник, но верхнюю обмотку и нижнюю обмотку разрушу. И вам получается дам охапку вот этих вот отдельных прутиков. И попрошу убрать этот зал. Получится? Ну вы тоже справитесь. Но это будет головняк. Согласны? Вот совсем тяжело будет. Соответственно, то же самое в коллагене. Если в вашем организме по какой-то непонятной причине закончилась органическая сера, все, ваши десульфидные мостики делают коллаген несостоятельным. Как сезифов тут? Вы сделали, а оно разрушилось. Вы делаете, а оно разрушается. Оно надо нам вот в таком варианте. Совершенно не надо. Давайте уже строить, как нормальные люди. На века. Турки хорошо строят? Хорошо. Давайте как по-турецки прям будем строить. На века. Чтобы любое из этого трясения наша осоединительная ткань выдерживала. Хорошо. Смотрим, откуда брать органическую серу или сера, содержащую аминокислоты. Есть... Ладно. Не буду задавать этот вопрос. А ну-ка посмотрите. Как тут вегетарианцы на таком питании? Ну я вам так скажу. Индейка, говядина, свинина, баранина, печень. А потом пошла рыба, 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 рыба. И в самом конце горох. Ну как вам? То есть, когда я консультирую людей, которые придерживаются веганства, вегетарианства, сыроведения. Я за все способы жизни. И хороши все формы целительства. И пищевых привычек. Это очень круто. Человек не живет все подряд, он ест вполне определенные вещи. Но я говорю, смотри. Единственная проблема. Это с органической серой. Ну на самом деле еще с железом, да, помните, гемовая, не гемовая. И с витамином В12. Но я обращаю внимание в том числе на органическую серу. Ее проще всего взять из продуктов животного происхождения. Ясное дело, что мы тоже продукт животного происхождения. И десульфидные мостики у нас хороши. Поэтому давайте суточную норму вам скажу. Народ слетал на Луну и вернулся, но не определился в суточной норме серы. Другие говорят один грамм, другие говорят шесть грамм. Два грамма. А Нижегородцев говорит два грамма. Но он все умножает на два. Иногда на четыре. Но давайте с вами просто прикинем, сколько мы должны чего-нибудь съесть, чтобы взять один грамм органической серы. Это тысячу миллиграмм. Индейка. Двести пятьдесят миллиграмм в сто граммах продукта. Сколько индейки надо съесть? Четыреста грамм. Ладно, не будем есть одну индейку. Мы же не... Мы на завтрак индейку соточку съедим, на обед говядину соточку, на ужин свинину соточку, и то не наберем. Но это нереально. Поэтому я вам так говорю. Если вы хотите реставрировать свою соединительную ткань не только с точки зрения эстетики, но и чтобы не обвисло, не объехало, не разъехалось, не испортились ваши суставы, не пролоббировали ваши клапаны, вот это вот все, то, пожалуйста, сделайте насыщающую дозу по органической сере. Она бы... А, давайте тест на недостаток. Тесты вообще как? Тесты очень любят руки. Заметили? О, сразу пошли. Мне тут миленько, поэтому буду зачипывать. Я вам задаю 12 вопросов, а вы на них отвечаете. Хорошо? Итак, сколько у вас... Ну, отвечаете на бумажечке. У кого заборы, первый пальчик загните. У кого нарушение функции кожи. Любое. Это очень важно для косметолога. Отсыпь, идут гиперпигментации. Понимаете? Следующая. Молкость ногтей. Загибайте пальчик. У кого такое? Выпадение волос. Следующая. Тусклость волос. Следующая. Повышение артериального давления. Потому что инсулиновый аппарат включается. Вот поэтому. Следующая. Тахикардия. Это когда сердечко выскакивает буквально наружу. Следующая. Что там написано? Гипербликемия. Повышение сахара в крови. Потому что инсулин, он синтезируется и работает в присутствии органической серы. Потом боль в суставах. Понятно. Коллагена нет. Аллергические различные заболевания, реакции. Понятно. Потому что сера противовоспалительная. Олег рассказал вам об этом очень подробно. Следующее. Заболевание печени. Ну потому что печень занимается выводом водорастворимых токсинов с помощью серосодержащих компонентов. Нет серы. Извините. И повышение в крови уровня триглицерина. Это что такое? Это вы должны сдать лепидограмму, а там триглицериды будут указаны. Сколько у кого позитивных? Ну давайте. Три. Пять. Кто меньше? Три. Три. Четыре. Один. Отлично. Два. Ага. Понимаете? А норма? Ноль. Норма? Ноль. Слушайте, у нас не должно быть никаких, вообще никаких вопросов по здоровью. У 25-летнего человека здорового нет вопросов по здоровью. И у нас не должно быть вопросов по здоровью. Что нам? Нам всем 25. Просто несколько раз. Хорошо. Идем дальше. Ну, очень меленько, но все-таки. Сера ключевой. Вот смотрите. К макроэлементам относится все, что нам нужно больше одного грамма. Например, кальций больше одного грамма. Грамм, ну может быть 1200 миллиграмм нам нужно. А сера от одного до шести. Так это самый важный макроэлемент. Сейчас я вас с кальцием переведу на серу. Все заняты кальцием. Все заняты кальцием. А серой кто будет заниматься? А это минерал красоты. Потому что каждая шестая аминная кислота серосодержащая. И если у вас в организме кончился источник органической серы, то что горе этому коллагену, а также инсулину, а также эритроцитам, а также печени и так далее. Хорошо. Ну, смотрите. Есть у нас источник органической серы. Он называется метилсульфанилметал. Я вчера умолчала о нем, а сегодня немножечко расскажу. Есть поваренная соль. Она имеет свою токсичность. В каком плане? Если мне скормить 200 грамм поваренной соли, то я, конечно же, ну, в общем, экзитус леталис. А как получить смерть от метилсульфанилметана? Нужно съесть в два раза больше. 400 грамм метилсульфанилметана. То есть токсичность этого вещества ниже всяких наших представлений. И когда придумали, что нужно делать инъекционно, подавать в организм человека лекарственные препараты, ученые стали говорить, давайте подавать на аквадистиллятор, на чистой воде. А другие говорят, да зачем на чистой воде? Давайте на метилсульфанилметане. В нем классно все растворяется. И это источник органической серы. Мы будем иметь шикарную соединительную ткань у наших пациентов. Низкий уровень аллергических реакций, защиту от рака и так далее. Но победили первые. А могли бы мы сейчас с вами инъекционные формы получать не на просто воде, а на метилсульфанилметане? Ответьте, пожалуйста, почему. Дешевле. Ну, может быть, дешевле. Но метилсульфанилметан не такая же дорогая вещь. Ну, вы знаете, я не хочу говорить почему, но в целом медицина, она не для того, чтобы больше людей сделать здоровье. Понимаете, почему? Вот, метилсульфанилметан. Фух. Ну, поскольку есть, уже Олег Нижегородцев вам сказал, да? Поскольку он ест. Я ем по две два раза, но не пропускаю. Потому что я ем два раза в день. У меня такая жизнь, у меня получается есть два раза в день. Это обязательно завтрак. Прям с едой, да. Прям с едой. И у меня есть обеда-ужин. Все. А остальное время на жизнь. Специально выходить на такой режим питания не надо. Как только остановите углеводные качели, вы поймете, что организм готов питаться два раза в день. И это нормально. Хорошо. И органическую серву мы дали, значит, десульфидные мостики у нас будут. Значит, мы будем делать коллаген, и он не будет рассыпаться на отдельной запчасти. Фух. Но, но, господа, сделайте, у меня рука занята. Если мне сплести все-таки эту же косичку, даже если она будет иметь десульфидные мостики и держаться друг с другом, мне все равно нужно две заколочки. Потому что коллаген, например, связочный аппарат, фасциальный аппарат, это очень прочные белки, и не хотелось бы, чтобы они разволокнивались и кошлатились. Поэтому нужна нижняя заколочка и верхняя заколочка на каждое коллагеновое волокно. Давайте разберем эти заколочки. Первая заколочка будет называться железо и витамин С. Вторая, чтобы вы не забыли, медь и витамин В6. Сейчас к этому дойдем. Итак, железо и витамин С. Первая заколочка, чтобы коллаген был на века. Это вчерашний слайд. Конечно, это вчерашний слайд. Ну что, кто за ночь проверил уровень филитина, пожалуйста, проверьте свой уровень филитина. Замечаете, девочки, которые анемичные, у них кожа тонкая, кожа бледная, и кожа, говорят на них, извините, не кожа, не рожа, я о себе. То есть, ну как бы ничего, мой первый филитин вообще десяточка, понимаете? Поэтому я знаю, о чем я говорю. Если хотите быть кровь с молоком, то будьте кровь с молоком. Ну то есть, ваши клетки должны иметь кислород, а чтобы иметь кислород, нужно иметь тимоглобит. Но я сейчас о заколочке. Я сейчас о заколочке. Если в вашем организме истощилась депо филитина, никакой заколочки не будет. Никакой. Точка. Так, все, завтра все пойдут смотреть свой филитин. Хорошо. А витамин С показывал? Лавочка, вам такой слава? Ну, примерно такой показывал. Слушайте, ну почему, почему, я думала, почему во времена Колумба, как могли эти огромные мужики, которые здоровые, в Европе садились на корабли, и не доезжали до Америки, и умирали от цинги. А что такое цинга? Ну, кровоточинность, дёси. А на самом деле от чего они умирали? Ну, дефицит витамина С. А все-таки умирали-то от чего? Они умирали от профузных внутренних кровотечений. Потому что начинается все с кровоточинности, дёси. Это первый признак, который нам показывают. А профузное внутреннее кровотечение не покажешь. Просто разорвался сосуд, и привет семье. Не доехал до Америки. Все. Почему разрывается сосуд? Потому что вот эта соединительная ткань, господа, она вездесущая. Мечников, кто помнит, кто лично знаком с Мечников, он говорил, вам столько лет, сколько лет вашей соединительной ткани, или её называют мезенхима, она вездесущая, она в кровеносных сосудах, в хрящах, где угодно, в кровеносных сосудах. А ну-ка, не постройте коллаген. Не постройте коллаген. И будете иметь дырку. Сначала эта дырка будет всячески зарастать холестерином, но так как это был дефицит ЦНГ, очень быстро развивающийся процесс, то дырка и всё. И профузное кровотечение. Не было медицины, чтобы дать на этом корабле внутривенный наркоз, остановить кровотечение внутри брюшного. Не было такого. Всё. Потеряли человека. Поэтому у нас такого не бывает. Но у нас бывают скрытые, ну как бы не авитаминоз, а гиповитаминоз. Почему витамин С так работает? Да потому что это стабилизатор для структур соединительной ткани. Вы просто попробуете, и ваша кожа засверкает изнутри. Ни один крем так не делает. Ни один крем не даёт такого крутого результата, как вы бы построили качественный коллаген. Понимаете, в чём ещё проблема? Вы построили некачественный коллаген, он распался. Распался в межлеточном пространстве. И что он собой представляет? Мусор, нерабочий, хлам, который нужно ещё разобрать. Допустим, вам всего лишь до 50 лет, ладно, до 70, и у вас круто работают ферменты. Вот эти вот ферменты коллагеназы называются. Фермент, который рождается тоже в соединительной ткани, бежит к тому моменту, который нужно разобрать. Коллаген, это же, ну не знаю, бедемотик. Очень большая молекулярная масса. Коллагеназы должны расстричь по определённым связям. Расстричь, расстричь на более мелкие запчасти, и эти более мелкие запчасти уйдут по путям лимфоотока, если есть коллагеназы. А коллагеназы это что, белок? Белок. А вы суточную норму белка съедаете, что делать коллагеназы? Понимаете, запутанный патологический круг, если не прервать. А прервать можно даже просто питание. Но если ещё такие фишки использовать, то вообще. Вы помните вчера вот это вот я показывала? Помните, сколько волосатой изнутри шиповника нужно съесть, как взять тысячу миллиграмм? Вот. Я всё это делала... Ну, это вчера я вам показывала всё. И как разрушается в результате термической обработки. И уже поиздевалась над той девушкой, которая заваривает шиповник в металлическом термосе. Уже всё сделала кипятком, да? И про Колумба тоже вам рассказала. Ну, в общем, это моя мотивация для специалистов, которые работают со здоровьем других людей. Надо так рассказать, не медицинским языком надо рассказать. Я вам и медицинским, и не медицинским рассказываю. Знаете, я работаю со здоровьем людей уже 15 лет. Первые 5 лет я потратила на то, чтобы перестать умничать. Это глобально. Чем вы проще говорите на пальцах, в сказках, с юмором, в шутках, в прибаутках, тем лучше люди понимают. Потому что люди из других сфер. Она бухгалтер, она не понимает. Некоторым надо объяснять, что ты состоишь из клеток. Понимаете? Это мы тут с вами прокачаны. А она менеджер среднего звена. И она вообще молодец в своей сфере. Но она никогда не думала, что у неё где-то печень, а где-то почки. Не надо учить. Но в целом надо рассказать на обычном языке. Какая проблема официальной медицины? За умность. Поэтому чем проще, тем лучше. И к вам потянутся люди. Я предлагала вам вчера бизнес на витамине С. Отлично. А кто-то вот мужчина вот там сидел, согласился. Есть он вообще? Но я, моё предложение в силе. Вот. Ну хорошо. Мы с вами выучили, что витамин... Ну, смысл фотографии... Извините. Смысл фотографировать. Я вот просто... Это доказательная база. Она общая. Общая, посмотрите, она общая с построением иммунитета и с построением соединственной ткани. Потому что это базовые вещи. Мне интересно иногда говорить... Мне кажется, что я это говорю в 650 раз, все знают. Вот. Но я вынуждена повторять. Потому что это базовые вещи. Какой у нас замечательный витамин С. Вторая заколочка. Это медь и витамин В6. И опять я возвращаюсь к необходимости использовать один качественный поливитаминно-болиминеральный состав. Ребята, мне жаль людей, которые вот такую горсть с утра глотают. Это витамин В12. Это витамин С. Это витамин Е. Это вообще органическая сера. И они говорят, о, а куда у меня кальций? У меня уже в руку не помещается. А кальций отдельно. Потому что это макроэлемент. Ни одна таблетка столько кальция не вместит. Ни одна таблетка столько органической серы не вместит. Макроэлемент надо дать много. Но все микроэлементы мы можем запихнуть в качественную формулу. Пусть это будет суперкомплекс. Пусть это будет мегахел. Пусть это будет ТНТ. Пусть что там еще будет? Смартмил. Слушайте, смартмил. Одним махом всех привабах. Белок есть? Омега-3 есть? Все витамины есть? Все минералы есть? Фух, круто. МСМ-ки нет отдельно. МСМ-ку сложно дать вместе со всем остальным. Это отдельные две таблеточки. Потому что много надо, много надо. Ну хорошо. Ну да, вот ТНТ-шка. Очень люблю. Вот моя ладошка красоты. Это моя ладошка красоты. Что туда входит? Туда входит МСМ-ка. Вот эти две белые такие таблеточки. Это МСМ-ка. Видите, да? Потом туда входит что-нибудь. Или суперкомплекс, или... Я очень люблю мегахел, но не везде он есть, да? Дальше. Туда входит витамин С. Если вы используете, например, суперкомплекс, то смысл... Есть смысл использовать еще дополнительный витамин С. Все-таки громовая вещь. В суперкомплексе столько, сколько разрешил Минград. Согласна, да? Вот. Хорошо. И поливитамины пропустили в баллах, и проверяем ферритин. Вот ваша ладошка красоты. Если заметили, то по количеству капсул у меня в ладошке значительно больше, чем я сказала. А потому что я что-то упустила. Ну, я сейчас... Следующий слайд классный, и я пойму, что я упустила. Да? Смотрите. Иногда клетки лентянничают. Когда клетки лентянничают? Ну, во-первых, я должна вас познакомить с четырьмя видами клеток. Помните, я вам показывала фибробласты? Какие они красавчики. Они делают... Я всегда показываю овал лица. Специально для женщин. Потому что если овал лица не покажешь, не поймешь. Ну, что такое термо? Ну, ничего. Овал лица, понятно. Фибробласты. Это клетки, которые нужно заводить. То есть есть специальные ключики. Они называются эстрогены. Организм берет ключик, заводит фибробласты. Фибробласты делают коллаген молодого типа. Не заводят? Не делают. Очень интересно. Есть клетки, которые называются аддонтабласты. Кто замечает, что молодые люди улыбаются на все 36... Ой, сколько? 36? 2. Ой, извините. А, люди постарше улыбаются так, чтобы десна была не видна. И еще и прикрываются. Кто замечал? Да? Все. Это что такое? Оголение шеек, зубов. Это когда улыбка становится некрасивой. Когда прогрессирует парадонтит, парадонтоз и воспалительное оздегенеративное заболевание. О, капец. Не дай бог. Только не для меня. Только не для меня. Адонтабласты – это клеточки, которые заводятся. Как вы думаете, чем? Да эстрогенами. Это эстрогенозависимые клетки. Хотите дальше? Давайте поговорим о хондробластах. Это клеточки, которые делятся и делают межклеточное вещество хрящиков. Кто замечает, что мамочка была мамочка, а потом она стала на 5 сантиметров ниже? Кто заметит? Заметили? А на 7 сантиметров ниже? А кто на себе это заметил? Износ хрящиков, которые находятся между позвонками, межпозвоночных вещей. И что? Мне говорят. Я же работаю с танитой. Очень много работаю с танитой. Кстати, кто работает с танитой? Боже, мне страшно. Высокий профессионал. Я работаю с танитой. А вы знаете, чтобы работать с танитой, нужно обязательно выяснить рост человека. И мне все как один говорят. Хорошо. У меня когда-то был метр шестьдесят, а теперь, наверное, метр пятьдесят восемь. Расту вниз. Думаю, что он пошутил. Это вообще не смешно. Кондробласты тоже заводятся. Как вы думаете, чем? Вы уже прям, прям вот вообще, вы считываете из эфира. И у нас есть еще костная ткань, косты областы. В костной ткани живут косты областы, которые либо делают костную ткань, это уже позвоночки, позвоночки, уже не межпозвоночные хрящи, а сами позвонки. Они тоже подвергаются усушке и упрятке. Либо костная ткань не растет. Что такое перелом шейки бедра? Это инвалидность. Но инвалидность, которую мы готовим уже сейчас, если мы не берем эстроген и не заводим, просто областы. Вот вам четыре ткани, которые просто деградируют, если их не заводить эстрогенами. Но что делать, если человеку, девочке, сорок пять плюс, пятьдесят пять плюс, ну давайте так, пятьдесят плюс, и эстрогенам все меньше и меньше. Вот что делать? Конечно, у меня было с собой. Я пропагандирую дикий ямс. Я его очень люблю, этот дикий ямс, потому что это мягкое предложение. Знаете, на каком уровне? Посмотрите. Холестерин, видите, в самом верху, а потом пригненолон. Это гормон. Так вот, между холестерином и пригненолоном можно вставить предложение для организма. Очень мягкое предложение для организма. Сказать так, слушай, хочешь диасгинин, диаскалею? Хочешь? Организм говорит, ну давай, попробуем. И он либо сделает пригненолон, либо не сделает. Хорошее предложение. Да хорошее предложение. А из пригненолона образуется еще порядка пятидесяти различных прогормонов, в том числе, в том числе, дигидроэпиандростерон, а это гормон молодости. И только потом делается протестерон. Посмотрите, протестерон добрый молодец. Он вышел на дорогу, а там написано, направо пойдешь, в картизол попадешь. Прямо пойдешь, альдостероном станешь. А налево попадешь, будет тебе красота и молодость. Вот так он написан, честное слово. Итак, смотрите, протестерон очень важная штукенция для мужского и для женского организма. Но, конечно же, мы хотим, чтобы протестерон переходил в тестостерон, извините, чтобы стояло в каждой хате. Важно. А у женщин из тестостерона делается вот самый тот эстроген, который как ключик заводит все на свете. Все те четыре вот этих вот запчасти. Все четыре ткани. Но это только у хороших мужчин, у хороших женщин бывает. А у плохих так не бывает. Вы хорошие или плохие? Ага. Ну, конечно, хорошие. Смотрите, какая ситуация. Мы можем терять прогестерон. Он может уходить не туда, где будет молодость и красота, не в тестостерон и не в эстроген, а может стать кортизолом. Когда это бывает? Когда ты псих ненормальный. Все. Если ты псих ненормальный, у тебя выделяется прогестерон, и он шурует прямо в кортизол. Кортизол набрасывается на мышечную массу, на костную массу, на хрящевую массу, и давай расщеплять белок с образованием, не поверите, глюкозы. То есть он расщепляет белок до аминокислот, а из аминокислот держит глюкозу. Женщина ест, там, не знаю, шоколадные конфеты, килограммы, и при этом еще ее организм делает глюкозу, потому что что она в стрессе. Она в стрессе, поэтому, если вы псих ненормальный, давайте прекратим эту ситуацию. Помните, по Олегу Нижегородцеву, коррекция психоэмоционального фона. Какими травушками? Восьмерка, H-E-B, пятерка. Можно внутрикал, если есть, да? Можно внутрикал. Вам молодцы, боже, все. Мы можем заканчивать обучающую сессию, потому что у нас все от зубов отскакивает. Итак, вот этот путь надо пересечь. До двори, be happy, да? Перестань волноваться, будь счастливым. И биохимически в том числе. Если у вас есть психолог, ну вы говорите, ну знаете, иногда мужу не скажешь, детей не будешь грузить, подружку уже замучили. Ну пойдите вы к психологу, расскажите ему. Иногда только этого хватает, чтобы просто рассказать живому человеку, что тебя там вложит. Да, Лена? Точно, точно. Одна женщина оплатила сразу 10 часов, 10 сессий и сказала, вы молчите, вообще ничего не говорите. Просто я вам буду ходить и 10 часов рассказывать про свою жизнь. Одна женщина оплатила 10 часов консультации и попросила, извините, заткнуться. Просто можно я с вами поговорю. Ребята, вот вроде бы мы живем в обществе, ну реально одинокие. Нас иногда некому послушать. Поэтому, пожалуйста, кортизольный момент. А Лена, у меня психолог, она еще скажет, давайте я вас буду тихо слушать, а на ночь вы будете пить еще мою травушку-муравушку, она совершенно волшебная. Ну это травушка-муравушка, ну совершенно волшебная. Все. Человек благодарен, его выслушали, да еще и травушку-муравушку посоветовали. И реально лучше спать там. Понимаете? Теперь, скажите, из прагестерона, если вот альдостероновый механизм. Вот, например, у меня сейчас, наверное, начинается альдостероновый механизм, потому что сколько? Я уже час разговариваю и ни разу не сделала два глоточка. Давайте-ка, вы бьем. Так, давайте, кортизи. Точно. Я полчаса разговариваю, я уже уложилась практически. Смотрите. Почему это так важно? Давайте-давайте, пейте, пейте. Буль-буль-буль-буль-буль. Вот. Вы знаете, многие студенты мне говорят такую вещь. Лена, вот хорошая информация, классная информация, все. Но терапевтично смотреть на тебя. Потому что ты сама показываешь, как пить воду. Ребята, вы можете что угодно. Вот у меня есть закрытый контент по воде, который рассчитан полтора, 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 полтора. Это сколько? Шесть часов закрытого контента только по воде. Но если при этом я не буду попивать, и люди этого не будут видеть, никаких новых питьевых привычек не будет. Не показывай пальцем, покажи собой. Поэтому всегда с собой бутылочка. Хорошо? Ладно. Почему альдостеронный механизм нам нужно закрывать? А потому что, если организм почувствует, что ему мало жизненной влаги, он начинает выделять гормон альдостерон из вашего прогестерона. И гормон альдостерон начинает больше влаги забирать из первичной мочи, и назад в кровоток. Повысит артериальное давление. Вы будете писать концентрированной мочой. Но главное, вы потратите свой прогестерон. А зачем? Нам прогестерон нужен, что сделать? Пощекотать хондробласты, остеобласты, фибробласты и прочих, ребята. Поэтому, поэтому... Сейчас, сейчас, сейчас. И вернусь. Ладно, и вернусь. Поэтому в ладошку красоты, пожалуйста, добавьте еще дикий ямс. Скажите, мужчина, можно дикий ямс? Да. Ну, конечно. Но с опольмета тоже. С опольмета тоже. Я использую дикий ямс 35 лет. Я очень счастлива, что у меня он есть, и он мне дает кучу всяких преимуществ. И у меня люди постоянно спрашивают, сколько по времени использовать дикий ямс? У вас есть ответ? У меня очень хороший ответ. Постоянно не звучит. Ну, это вы просто... Вы же зазомбированы. Вы, мистичники, забанутые просто. Это же очевидно. Это же очевидно. У меня хороший ответ. Решите стать бабушкой. Дикий ямс пить не надо. Все. Человек берет ответственность на себя. Таня, ну мне бабушка еще рано, мне всего лишь 82 года. Буду пить дикий ямс. Да, девушки. Я думала, что я не буду брать на курсы людей, которым старше 80 лет. Ну, ко мне пришла на курс Эмма, совершенно невероятная барышня из Израиля. Ей 82 года. Так она такие крутые результаты дала. Просто. Такое желание жить, творить, преобразовывать, что просто невероятно. Поэтому возраст, он здесь. Ну да, вот, кстати говоря, написано, почему старости нет. И мы с вами разобрали всего лишь два, ну лично я вам рассказала всего лишь два компонента. Ну, Аркадий Великов рассказал, что старости нет, есть ферментативная недостаточность. Олег Нижегородцев сказал, что есть гормональная недостаточность. Кто-то, наверное, рассказывал, что есть закисление внутренних сред. А я вам рассказала еще, что старости нет, есть антиоксидантная, то есть агрессия свободных радикалов. И сегодня я вам рассказала, старости нет. Просто некоторые из нас разучились биохимически делать основу всех основ, матрицу, в которой живут все клетки. И это матрица – соединительная ткань. И в конце концов я должна вам предложить еще один тест. Насколько слабая соединительная ткань выражена лично в вашем организме? Как вам? Давайте, давайте. Кстати, все эти болячки называются болячки. А мы понимаем, что это не болячки, это состояние. Соединительная ткань быстро не делается, но если ее сегодня не начать делать, завтра она не будет лучше, чем сегодня. А если ее начать делать, то она будет улучшаться. И тогда окружающие вас люди будут говорить, ну, слышишь, ты молодеешь прям с каждым годом. Ты что делаешь? Ты к массажисту ходишь? Или ты, вместо тебя, пиоревитаризацию делаешь? Вы говорите, делай то и другое. Потому что они никогда не померят, что вы просто методично строите свою соединительную ткань, свое здоровье. Ну ладно. Первое. У кого близорукость, сделайте себе первую палочку. Почему близорукость? Это проявление слабости соединительной ткани. Когда вы смотрите на себя в зеркало, вы увидите белочную оболочку глаза. Это сугубо соединительная тканная оболочка. И если она прочная, тверденькая, плотная, то ваш фокус будет приходиться прямо на сетчатку глаза. Вы будете видеть очень четко. А если она податливая, мягкая, то происходит удлинение, вот такое удлинение переднее, заднее направление глазного яблока. И фокус попадает не на сетчатку, а перед ней. И что будет? Размытость будет. Размытость. Такое развивается в периода школьного возраста. В периода школьного возраста. Когда возрастает нагрузка на глазе. Это слабость соединительной ткани. Можно ли наши программы «Ладошка красоты» вылечить слабость соединительной ткани в глазу? Ну, как бы тут нужно вместе с окулистом работать. И в том числе работать зарядкой для глазиков. Потому что там спам, аккомодация, все очень сложно на самом деле. Хорошо. Следующий момент. Дискинезия желчеводящих путей. У кого блюсик, у кого да, поставьте блюсик. Как это видно? Застойная желчь. Или вы не перевариваете, плохо переносите жирные продукты питания. И так далее. И это видно на УЗИ. И УЗИст вам скажет. О, у вас дискинезия желчеводящих путей по гипотоническому типу. Старая замазкообразная желчь накапливается в желчном пузыре. И вы можете когда-то схлопотать желчекамерную болезнь. А почему? А потому что вот этот холедах, выводной проток, посмотрите, какой он гибкий. И он состоит целиком из коллагена, из соединительной ткани. И если соединительная ткань дышит наладом, то что будет? Дискинезия. Так, хорошо. Себе отмечаете, да? Следующий момент. Пролапсы. Все пролапсы. Не только метрального клапана. Боже, сколько сейчас детей не накормлены. Боже, сколько сейчас детей, которые едят только картошку и колобумагу. Сисиски. Ну нет там то, из чего построить. Даже обычный клапан сердца. Кто знает, что такое пролапс метрального клапана? Это когда клапан не замыкается, и часть крови идет неправильно. Регургитация называется. И ладно, первая, вторая степень развития процесса. А третья, это показания у девочки к разрешению через операцию кесарного сечения. Мамы, мамы, да вам ладошку красоты ребенку нужно давать, как только он научается таблеточку глотнуть, понимаете? Потому что, ну кому-то повезло, ну кому-то повезло, а кому-то не повезло. У кого-то плотная соединительная ткань, а у кого-то, ну я просто генетик. Знаете, почему я знаю все эти симптомы? Я их не знала. Я закончила университет на все пятерочки, но я этого, я даже не помню, что такое соединительная ткань. И тут я стала друг генетиком. О генетике знают все самые редко встречающиеся болячки. Вот, например, в неврологии, там какой-нибудь синдром Риклингаузена, он встречается один раз на 10 тысяч или даже на 100 тысяч, а я его знаю. И так далее, ну потому что мне пришлось. И меня там научили в генетике видеть больных со слабостью соединительной ткани. Заходит девочка, я начинаю опрос. Так, близорукость есть? Есть. Дискензия есть? Есть. Клапс нейтрального клапана есть? Есть. Доктор, вы ясные личные? Ясные личные. Я говорю, нет, я просто тестирую вас на слабость соединительной ткани. Вас тоже. Поехали дальше. Где еще может клапан прослабить? Ну, конечно, вены. Вены на ногах. И эти люди... Это одно из проявлений. Невозможно вену вылечить. Ее можно удалить. Но работать нужно что? С веной? Или со всей соединительной ткани? Конечно. Со всей соединительной ткани. А как? Коллаген надо строить. А как? Ладошку красоты. Помните? Все. Есть такой вен. Варикозное расширение вен. Сейчас следующий кадр не хочу показывать, но мне придется. Потому что клапанный аппарат есть же и в гемороидальных... Что, и это будете фотографировать венах? И в гемороидальных венах есть клапанный аппарат. Поэтому, когда вы, ну, как бы спрашиваете у человека, тестируйте его на слабость соединительной ткани, знайте, что у него там тоже, скорее всего. Тоже. И это отравляет жизнь. И ему об этом не с кем поговорить. Вот это засада. Следующее. Опущение всего на свете. Четвертый курт. Опущение всего на свете. Ну, лично я счастливый обладатель. Одно из почек, не помню, правая или левая, на 5 сантиметров ниже соседки. То есть у меня реально слабо сантимет ткани. Я самый классический обращик. Вот. Но если собой не заниматься, не строить коллаген, а поберечная ободочная мешка опустится, запоры будут. Запоры, с которыми нам, ой, как сложно будет, только травками нутрициологически справиться, да, будут. Скажите, опущение передней стенки влагалища будет? А потом шейки матки? А потом матки? А опущение всех внутренних органов, когда они на 5 сантиметров ниже, чем хотелось бы. Понимаете, в чем дело? Понятно, что только ладошка красоты сложна. Но сейчас есть же всякие способы, там, висцеральные массажи и так далее. Вот я не верю только в висцеральный массаж. Я верю в том, что нужно сочетать различные способы, и люди добиваются результата. Так. Ну, теперь следующий. Это какой? Пятый пункт? Разболтность сустава. Посмотрите-ка. Если вы положили свою руку на гладкую поверхность, и у вас мизинчик отклоняется на 90 градусов, вот так, как у меня, это разболтность сустава. Сейчас покажу. Ну, может, у вас получится. Вот такие подвыверты, да. Это слабая средневная ткань. Если вы выпрямляете ручку, она в другую сторону выгибается. Это, да, слабая средневная ткань. Если вы стоите, вот, как мальчик, у него, как у кузнечика назад ножки, это слабая средневная ткань. Если вы можете не только, да, встать, это я не могу, кстати говоря, до пола, ну, вообще, положить все руки на пол, так радуются люди. Смотрите, ребят, это слабая средневная ткань. Если ваш ребенок, вы его, вы его сдали на художественную гимнастику, а она там, и так выгибается ведок, и костей у нее есть, нет? А на что? Диспластик. Поубиваю, если не будете кормить своих детей диспластиком. Я вам серьезно говорю. Найду. Понимаете? Вы мамы. Вы должны видеть, что это не чудо природы. Это диспластик. Им его соединительную ткань надо кормить. Эти дети какие? Топлые. Эти дети какие? Худрые. Эти дети какие? Прозрачные. И если вы проверите у них геретин, то что будет? Ниже плинтуса будет. Они не строят с этим тканем. Так давайте достигать кандидата каких-то наук. Ой, извините. КМС. Кандидата в мастера спорта. А потом всю жизнь разгребать. Вот это тот момент, когда вы могли быть эффективными. Мы не знали. Нарвалось? О, как хорошо. Я так ругаюсь, чтобы вы так ругались на своих подопечных. Потому что иногда не поругаешься, не поймешь. Потому что это же ребенок у вас-то не болит. У мамы не болит. Ну ребенок диспластик. Ну подумаешь. Они смеются обычно мамочке. Ты представляешь, у моей вот так вот так вот так. Я представляю. А что ты делаешь, чтобы было иначе? Фух. Так, следующий, шестой пункт. Вот это вот парадонтозы и кисты. У меня есть знакомая, которая каждый месяц приходит к стоматологу. И стоматолог с радостью находит очередную кисту. Вот прям очередную. Это адонтобласты, которые не умеют делать порядочный коллаген. Все. Это слабая соединительная ткань. Патология скелетов. Ну, вот эти вот все сколиозы, гипозы, лордозы и так далее. Слушайте, как это нас советует. Мы бы с вами могли быть на три порядка краше, на три порядка лучше, лучшей версией себя, если бы у нас стяночный аппарат был полноценный. А то один в эту сторону, другой в эту сторону, а третий вообще с подвыкнутым. И когда, как остеопат, смотришь на человека, а он как мокрый полотенцем выводит это. Я просто думаю, как вообще в системе кровоснабжения в этом вывернутом полотенце кровоснабжать органы. Понимаете? Это же тоже проблема. Патология скелета. Кикозы, плохая осанка, сколиозы записали, да? Это же вы себя тестируете сейчас, да? Хорошо. Ну, это я по хрящам. Это я уже ругаюсь по хрящу. Кстати говоря, посмотрите, вот эта белая штука в хрящу, белая такой жгут. Это ж коллаген. Это коллаген. Не сделайте коллаген, все. Привет семье. А вот этот вот маленький хвостик, это глюкозамин. А большая коричневая штука, это хондроэтин. Поэтому, если у вас есть боль, слушайте, берите вы эти хондропротекторы. Глюкозамин по 1-3 раза, хондроэтин по 1-3 раза, и органическую серу по 1-3 раза. И ешьте, пока перестанет болеть, через 3 месяца. Не надо спрашивать курсами, не курсами. Оно не курсами работает. Вы каждое утро встали с кровати и не курсами это дело используете. Понимаете? Какие курсы? Это еда. Растяжки. Вот девочки, у которых, которые не наработали себе проблем, у них одна проблема. Ой, у меня растяжки, что с этим делать? Мне так и хочется сказать. Давайте я протестирую на слабой соединительной ткани, но она меня не поймет. У нее растяжки. Понимаете? Растяжки. Это настолько слабая соединительная ткань, что кожа, извините, такое украинское слово, рэпнула. Понимаете? Рэпнула. Разорвалась прям. Вот. И заросла через образование просто рубца. Просто рубца. Ничего страшного, ничего опасного. Но этот человек со слабой соединительной ткани, особенно на спинке, вот тут поперечной, на пояснице, у кого есть прям галочку ставьте себе. И полиокистос яичников. Это ж какая должна быть податливая, слабая, эластичная, гиперэластичная соединительная ткань, чтобы лицеплетка выросла, выросла. Она должна разорвать оболочку яичника, выйти на волю и встретиться с сперматозоидом. А она не может, потому что дряблое разорвать невозможно. Дряблое можно разорвать? Невозможно. Только наполненное, турберное можно разорвать. Вот дряблые яичники. Это патология? Ну, как бы, ну, она не лечится, понимаете, в чем дело? Надо работать над прочностью соединительной ткани. Ну что, у кого сколько плюсиков? Давайте. Пять, три, четыре, пять, семь, оп. Ну, тут не должно быть никому ничего. Мы рождаемся в разных условиях. Заметите? Мы рождаемся с разным уровнем запасов по здоровью. Но знайте, что вы можете влиять на запас здоровья через работу с вашей соединительной тканей. Итак, что делать? Что делать для соединительной ткани? Поехали. Первое. Даем белок, убираем белковую недостаточность. Второе. Даем соединительную, ой, органическую серу, чтобы ткань, чтобы дезульфидные мостики у нас были, у нас были работоспособные венники, да? Третье. Даем витамин С, проверяем ферритин. Первая заколочка. Дальше. Даем поливитаминный продукт типа суперкомплекса или ТНТ на постоянной основе, чтобы там и Купрум был, и, и что там еще, витамин В6 и все остальное. Дальше. И мы проверяем, и выдаем коррекцию мужского и женского гормонального фона обязательно. Если полезли суставы, значит даем хондропротекторы. Ну, как-то так. И я должна вам сказать, что у меня был такой промежуток времени, когда я ела эту, ну, я, собственно говоря, до сих пор ем эту ладошку красоты. Не зря я ее называла ладошку красоты. Потому что в моем, ну, зомбанутном понимании, что же зомби-то, я серьезно вам говорю, ну, не пойду я колоть свое лицо, но я через кровоток пойду косметику в таблетки. И это намного более оправдано, это намного более, ну, как бы, логично и физиологично, чем идти и колоть свое лицо к мезотерапевту. Я вам серьезно говорю. Поэтому, до тех пор, пока вы типа работаете с соединительной тканью и своими хрящиками, вот это вот время вы уделяете себе. Это самый крутой крем, который вы подаете в своем кровотоке. Это с любовью сделанная ладошкой мезотерапевта. Надеюсь, была вам полезна. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Давайте снимайте. Старости? Нет. Есть слабые соединители тканей. К счастью, с этим можно работать. Молодцы.